Около 40% промышленной продукции производится именно в моногородах страны. Таким образом, они вносят весомый вклад в развитие экономики. На совещании под председательством главы государства обсуждались приоритетные задачи социально-экономического развития моногородов Казахстана. Ранее вопросы развития моно- и малых городов обсудили на площадке Республиканского общественного совета по региональному развитию при партии Нур-Отан. Подробно расскажет наш корреспондент. Со снижением объемов производства градообразующих предприятий неудовлетворительного состояния инфраструктуры в ряде моногородов. В Казахстане 89 городов, 27 из них моногорода. В них проживают около полутора миллиона человек. В текущем году для модернизации в 23 городах около 400 километров автодорог и инженерных сетей из республиканского бюджета выделено порядка 17 миллиардов тенге. В моногородах реализуется 60 инвестиционных проектов с трудоустройством более 10 тысяч человек. Отметим, что за последние три года объем грантов предпринимателям моногородов увеличился в 3,5 раза. Субсидирование и микрокредитование почти в 2 раза. Развитие других отраслей и создание новых рабочих мест очень важный вопрос. У нас до сих пор нет четкой позиции и единого мнения по поводу развития моногородов, подчеркнул глава государства. Что касается моногородов, то для них характерен поток населения в областные центры и другие города. С 1999 года население в моногородах снизилось в 2 раза. С 3 до полутора миллионов человек. В основном мигрирует экономически активное население, особенно молодежь. Доля прожилого населения в моногородах составляет более 11%. При среднереспубликанском значении 7,8%. Износ тепловых сетей и линий электропередач составляет 55%. В среднем в отдельных моногородах достигает 85%. В неудовлетворительном состоянии находится 40% автомобильных дорог. Высокая зависимость занятости населения от перспектив градообразующих предприятий. Только с 2019 по 2020 год численность работающих на таких производствах сократилась почти на 5%. Важную роль в диверсификации экономики моногородов и развитии малого-среднего бизнеса играют якорные проекты, сказал президент. Правительство реализует 79 таковых на сумму 2 триллиона тенге с созданием 20 тысяч рабочих мест. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства нужно предусмотреть отдельные направления льготного финансирования малого-среднего бизнеса в моногородах под 5%. Следует расширить сферы для льготного микрокредитования, поручил глава государства. В целом дисбалансы в развитии моногородов очевидны. Считаю правильным деление моногородов на три группы на основе их потенциала. В этом вопросе следует быть предельно прагматичными. Заниматься самообманами, вводить в заблуждение жителей мы не имеем права. Правительству совместно с акиматами областей моногородов следует подготовить соответствующий анализ по всем моногородам. На основе этого анализа будут выработаны целевые меры и инструменты поддержки. Работу следует завершить до 1 марта 2022 года, чтобы успеть к новому бюджетному циклу. Поручил президент на строгом контроле держать вопрос тарифов на электроэнергию и удорожание продуктов питания. А также были рассмотрены проблемы коррупции, связанные с субсидированием сельскохозяйственной отрасли. Начнется в стране противовирусная ревакцинация. Кроме этого, озвучены проблемы дефицита дизельного топлива, созданных, по словам президента, искусственно. Который в последующем повлиял не только на рост цен на дизтоплива, но породил проблему для транспортных компаний, а также спровоцировал риски срыва стабильной деятельности коммунальных и дорожных служб. Несмотря на растущие объемы переработки нефти и проведенную модернизацию НПЗ, правительство с полного самого казна не смогли предотвратить возникновение дефицита нефтепродуктов. Непонятно, почему не были задействованы опасность госмагрезерва и инфраструктуры МЧС. Для многих моногородов городообразующими являются предприятия горнодобывающей отрасли. Геологическое изучение недр должно стать одним из приоритетов. Отметим, что город Текель в Алматинской области числится в списке моногородов, где социально-экономическому развитию уделяется значительное внимание и со стороны руководства региона, а также государства. В связи с этим Аким области Амандах Баталов по завершению выступления президента поставил конкретные задачи руководителям управления для безотлагательного решения вопросов, озвученных главой государства. Жан Дос Назарбаев, Жасулан Шенкенже, телеканал ЖТСУ.